О Магьяна Кинрандасе Генанджана Шалакаян Чакшурун Милитаминам Тасмай Шри Гураве Нумаха Шри Читани Манопхиштам Схапитаминакутали Своям Рудба Кадамахаем Дадатисвападантикам Ванчика Абблата Рубешчан Крипасинкубя Эвуча Падиданам Павани Пхёвашнай Пхёвнаманумаха Джайша Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайтака Дадхара Шри Васадивора Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Хари Хари Рам Хари Рам Хари Рам Рам Прочитаем Шамадбхагава 11-ю песню 23-я глава стихи 51-ю, 52-ю, 53-й. Они звучат так. Так как счастья и несчастья в действительности не существуют, почему же нужно сердиться на себя или на других? Если мы рассматриваем гипотезу, что непосредственной причиной страдания и счастья являются планеты, то опять же, где взаимосвязь с душой, которая вечна? Помимо всего прочего, влияние планет воздействует только на вещи, которые родились. Опытные астрологи, кроме того, объяснили, что планеты только причиняют боль друг другу. Поэтому, если живое существо отлично от этих планет и от материального тела, то на кого же оно должно изливать свой гнев? Продолжим наш разговор на тему. А тенденции, которые прослуживаются в наше время, и откуда берутся эти тенденции? Сам по себе материальный мир скрыт от духовного мира толстой-толстой стеной из материи. Очень толстая стена. В действительности, мы читаем, что это темное место, и светлое место, это темное место. Мы сейчас находимся в темном месте творения, очень толстой стены. Освящение местное. И то мы очень рады местному священию. Сегодня солнышко. Грозам своим не верят. Местное священие, даже оно приносит такую большую радость. Но в действительности, это не свет. Это, в общем-то, отраженное явление света. Непрямое явление света. То есть, все скрыто. Есть эта скрытность. Скрытность, в общем-то, одна из характеристик материального мира. Все скрыто. Полезный ископаемый скрыт от нас толстой земли. Духовный мир скрыт от всей земли. И полезный ископаемый скрыт от толстой земли. Так трудно найти что-то. Разные страны скрыты друг от друга, в общем-то. Горы. Моря, еще что-то. Скрыто. Пройти невозможно. Пройти невозможно, однако человек придумывает что-то. Какие-то более сложные методы передвижения. Что я прохупату говорю. Вот двуногий человек опять встал на четыре точки. Придумал машину. Теперь опять на четырех точках передвигаются. Вроде все было хорошо. Придумал какие-то другие способы перемещения. Так просто не перейдешь к Жигору. Так просто не перейдешь. Вчера мне пришло сообщение, что рухнула гора в Моноливе. Всех завалило. Все погибли. Никого не осталось. Все дороги перевалило. Все, пройти невозможно. Пройти невозможно. Там идет дорога через Тибет. Шелковый путь в другие места. Фух, гора все. Горы решили, что хватит. Достаточно. Гора рухнула. Развалилась. Само тело скрывает что-то от нас. Внутренние органы скрывают. Подобавляют к этой коже. Здесь все скрыто. Все скрывает. Штукатурка в здании. Это уже скрывается. Правда. Так просто ничего не узнаешь. Так просто ничего не узнаешь. Все скрыто. Это проявление нашего желания. Мы не хотим видеть правду. Не хотим видеть правду. Поэтому это мир скрытности. Все скрыто. Все приходится скрывать. Четкие приходится скрывать. В мешочке. Все приходится скрывать. Мысли, культура есть. У нас неестественная культура. Наша культура скрывает наши мысли. Духовная культура подчеркивает мысли живого существа. Материальная культура скрывает мысли живого существа. Совсем другое предназначение. Это такой большой сейф, состоящий из мини-сейфа. Все такое скрывающее. Все скрыто. И это метод, в принципе, данный свыше, чтобы удовлетворить наши желания. Было бы очень неприятно, чтобы жить, если бы все было открыто. Так как, в общем-то, внутренняя природа некрасива сейчас. Внутренняя природа некрасива, некрасиво ее показывают. У нас некрасивая внутренняя природа. Мы не можем показать душу. Что можем показать? Стены, так сказать, наших домов выложены не из драгоценных камней. Поэтому их штукатуры. Совсем недавно можно было видеть, в той же Индии были стены, дворцов, выложены драгоценными камнями. Я видел эти стены, оттуда все повыковыривали, остались только, как сказать, места для камней. Остальное все повыковыривали, отвертка, где чая не пришли, повыковыривали. Зачем штукатурить стены, выложенные драгоценными камнями? Ну, или полудрагоценными. Кто даже мрамор хотя бы будет штукатурить, никто не будет. Что штукатурит? Шестукатурит что-то подозрительное. Что-то подозрительное штукатурит. Поэтому скрытое, что-то подозрительное, то, что в принципе легко найти. Сама вот эта скрытость, она минимальная. Если у человека есть желание заглянуть внутрь, ничего сложного нет. Ничего сложного нет, чтобы заглянуть внутрь. Все, в общем-то, на виду чуть-чуть прикрыто, припорошено. Припорошено чуть-чуть. Но, чтобы человеку было приятно, ему дана эта культура. Культура скрывать. Наша культура сейчас это скрывает, скрывает то, что мешает нашей жизни. Но зачастую это и не дает душе развиваться. Так как истина вскрыта, нет мотива, чтобы развиваться. Нет мотива, чтобы развиваться, поэтому время от времени что-то раскрывается. Мы раз порезали из крови, потекло, что-то не то. Там внутри что-то не то. Ходил, ходил, раз, что заболел, что-то может болеть, как-то заболел. Кусок, что-то от лутки отвалился от стены. Время от времени скрывается, гора рухнула. Рухнула гора, такое красивое место. Мужу собрали себе, как-то придется в другое место. Опасно уже. Как только мы видим, как что-то обнаружилось, уже едем сразу в другое место. Уже идем сразу в другое место. О, мы видим, человек ранен, надо его обойти, в другое место пойти. Вскрылось что-то. Штукатурка нависла на голову. Опасно. Поэтому мы, в общем-то, действуем этим образом. Мы действуем этим методом скрытности. Мы носим одежду, чтобы скрыть свое тело. Мы речь строим таким образом, чтобы скрыть какую-то свою идею. Мы говорим только то, что приятно. Та же самая сплетня. Чем она неприятна? Чем вообще неприятна сплетня? Тем, что говорится правда. Не прикрыто. Говорится правда. В общем-то, сплетня, она вполне, в общем-то, может быть основана на какой-то истине. Почему нет? Вполне. Вполне. Но она неприятна. Она никому неприятна. Почему? Слишком открыто. Это создает проблему. Всем тут же становится больно. То есть, это вот неумение прикрыть. Неумение прикрыть, правильно прикрыть, создает какую-то проблему в этом мире. К сожалению, это то, что сейчас необходимо. И культура взаимоотношений построена на простом принципе. Не пугать друг друга. Не пугать. То есть, какую-то проблемную, так сказать, часть нужно тут же заклеить лекопастырем. Чтобы не пугать. Такой, знаете, телесного цвета. Такой очень удобный лекопаст, да, телесного цвета пользовались. То есть, заклеиваешь рамку и не видно даже, что там рамка какая-то была. Телесного цвета. Ну, что так, если на рамку посмотреть, страшно. Не пугать, не пугать. Мы говорили о том, что, в общем-то, чем отличается животная среда от человеческой среды. Тем, что в животной среде тот, кто громче всех пугает, тот и становится главным. Кто самый страшный, тот и становится главным. Вау! Кто громче рыкнет. Кто громче рыкнет, в общем-то. Достаточно все понятно. Если посмотреть на любую такую-то стаю, там обезьянья стая или собачья стая, можно посмотреть. Кто громче всех рычит, тот и главный. Он громче всех рычит. Но человеческие осуществования, это не жизнь, стая. Зачем рычать друг на друга? То есть, культура это мягкая речь. Мы говорили, не рык, а мурлыканье. Но также, помните, я говорил, что речь должна как речка журчаться, не как водопад грохотаться. То есть, должны быть определенные правила. Как Шива Пракхупада объяснял нам эту концепцию, что не важно, какую правду ты говоришь, важно, как ты ее преподносишь. Умение преподнести, вот это как, не что, а как. Как важнее, чем что. Со что потом разберемся. Вопрос как. Даже очень хорошее что-то можно испортить своим вот этим неправильным менталитетом, своим неправильным сознанием. Даже самое лучшее можно так преподнести, что будут большие проблемы. Большие проблемы. Это, в общем-то, важная концепция, восприятие. Не нужно пугать, не нужно пугать друг друга, как мы говорили, пословицу. На водопад интересно смотреть, но жить рядом с водопадом неинтересно. Тяжело. Поэтому интересно посмотреть на кричащего человека, люди смотрят телевидение. Почему? Там все кричат. Все кричат. В рекламе все кричат, в программах все кричат, в фильмах все кричат. Все кричат. Никто спокойно не говорит. Все кричат. Интересно посмотреть. Но жить... Жить невозможно. Нужно быть успокаивающим. Духовный мир – это мир шанти. В общем-то, на подходе к духовному миру появляется эта энергия шанти, энергия успокоения. И духовно развитый человек должен нести эту энергию успокоения. Шанти. Чтобы все успокаивалось. Вовне, да, то есть, в общем-то, внешняя деятельность требует каких-то усилий, иногда какого-то противостояния, иногда даже какой-то разумной агрессии. Таков внешний мир. То есть, так как мы говорили, в общем-то, иногда бывает вот такая животная тенденция. Ну, иногда приходится что-то сказать. Добывать. Так и говорят, добытчик. Муж что-то принес домой сумку. Говорит, добытчик. Ты мой добытчик. Как здорово. Не надо самому идти добывать. Что-то так на охоту немножко похоже. Сейчас работа больше на охоту похоже. Нужно пойти так как-то отбить какую-то часть еды. Сейчас еще так это менее заметно. Раньше, помните, эти очереди, реально приходилось отбивать свою часть еды. Достаточно физически это происходило. Нужно было войти в очередь, отстоять, вырвать, взвесить, купить, принести домой. Поэтому восточная поговорка гласит, что вне дома человек должен быть как лев, а внутри дома должен быть ягненком, а не наоборот. Когда человек путает эту тенденцию, вовне себя ведет смиренно, чем подвергает своей обязанности, так сказать, деградации, а внутри наоборот, становится агрессивным. Все разрушается. Все разрушается. Причем никакая философия не позволяет человеку, в общем-то, менять эту концепцию. То, что человек водеет духовной философии, то, что он знает истину, это не позволяет ему, так сказать, агрессивно доказывать свою концепцию. Ну и что, что ты прав? Ну и что? Ну и что, это не позволяет, так сказать, выходить за рамки вот этой культурной концепции, которая дает возможность в действительности сосуществовать. Сосуществование дает возможность передать духовную философию. Сосуществование дает возможность передать. Если мы не можем сосуществовать, если мы переходим на военные действия, если мы начинаем конфликтовать, бороться, толку никакого нет. И почему наша речь становится некультурной? У нее есть связь. У речи есть связь, мы говорили, с осуществлением своего предназначения. В общем-то, с предназначением связана речь. Речь меняется, в зависимости от того, чем занят человек. Если он, в общем-то, занят не своим делом, речь звучит одним образом. Если человек занят своим делом, речь звучит другим образом. Посмотрите, как меняется речь человека, в зависимости от того, с кем он общается. Общается с врагом, речь становится железной. Общается с любимым, речь становится приятной. Общается с незнакомым, речь становится напряженной. Речь проявляет то, что сейчас происходит в моем сознании. Поэтому, в принципе, речь должна нести духовную эмоцию. Если у человека действительно есть духовное общение, если человек действительно духовно развивается, то его речь должна нести духовную эмоцию. Поэтому человек, осознающий абсолютную истину, человек, осознающий свое вечное предназначение, меняется. И сначала у него меняется речь, она становится милосердной. Если речь меняется, более того, духовно развивается человеком, он даже петь начинает. Причем, петь он может даже раньше начать, чем понять какие-то философские концепции. Петь намного проще, чем обсуждать философию. Пой, всегда и пой. Просто, радостно, здорово. Философия – нечто более, что сказать, такое сложное для восприятия. В общем-то, не обязательно. В принципе, не обязательно. Вот эти принципы передачи знания, завтра я буду об этом рассказывать, но они, в общем-то, гласят о том, что сначала человеку должна понравиться культура, и потом его можно постепенно, так сказать, что-то давать из философии. А сначала какой-то культурный аспект должен попасть в сердце. Культура очень легко проникает в сердце. Знание, иногда проникая в сердце, не вызывает радости. Иногда знания вызывают боль. То есть, только у небольшой прослойки населения, а знание, попавшее в сердце, сразу вызывает радость. У большинства населения знания сразу вызывают противостояния. Некоторые болезни, что такое, они говорят, как такое можно говорить. Но культурные аспекты всегда радуют. Пища всегда радует, просадка. Всегда прекрасна. И когда человек следует не своему долгу, когда человек занят не своим делом и начинает завидовать другим, другие начинают завидовать ему, фактически человек окунается в океан зависти. Он завидует не только людям, он завидует Богу, завидует всем. Постепенно, в общем-то, концепция зависти стала приходить в человеческое сознание. Эти личности известны. Я рассказывал, например, про Гиппократа, что именно он первым оказался от идеи кармы. Гиппократ стал, в общем-то, всеми способами доказывать, что карма не существует. Он, в общем-то, отказался, первым отказался от концепции, что болезнь приходит как наказание за неправильное поведение человека. И он стал рассматривать болезнь как божественный недосмотр. Как божественную ошибку. Бог что-то ошибся. Надо было две печени сделать. Маловато как-то. Маловато как-то. Нужно было два сердца сделать. Одно сердце на левую часть тела, другое сердце на правую часть тела. Он стал рассматривать это не как последствия деятельности, а как божественную ошибку, которую великий человек должен справить. Он должен добавить чего-нибудь. Найти какое-то химическое вещество, какую-то таблетку, добавить ее и исправить ошибку Бога. Да, то есть Бог такой глупенький, то есть что-то не додумал, как-то не доспроектировал. Поэтому мы, люди, сейчас соберемся, подумаем, проведем химический анализ, сделаем пару открытий и доделаем все как надо. А он нам потом спасибо скажет. Руку нам пожмет при входе в рай. Вот, так сказать. Так потихонечку эти концепции стали крепнуть, крепнуть. То есть с этого времени вот, в общем-то, человек, наука стала выше Бога. Наука стала выше Бога, она стала, в общем-то, умнее. И Бог превратился в такого недотеку, который все неправильно сделал. Реки не там провожу, горы не там провожу. Философов тоже можно вспомнить, да, мы говорили об этом. Из философов, я говорил, что спиноза был особенно, он, в общем-то, знаменит, он, в общем-то, первый научно стал объяснять им персональную концепцию. Сказал, Бог, космос, все. Бог это гармония. Все. И отошел от личностной концепции. Хватит играть в игрушки, все это язычество, Бог это гармония. Бог это гармония, несмотря на то, что его отлучили от церкви сразу, предали проклятию. Так сказать, брамоны тех времен предали его самому страшному проклятию. Так что он до конца жизни потом занимался грязной работой, так он и не смог от проклятия. От девочек. В общем-то, он все равно продолжал эту концепцию. У него конфисковали имущество, выгнали из его родного города. Он шлифовал линзы для очков. Знак того, что потерял истинное зрение. Ему назначили такую работу. Иди, очки делай. Зрение потерял, иди, девочки. Выступили, в общем-то, священники с открытой речью. Что спину зато сказать. Неправ. Опубликовали объявление, повесили на всех стенах. Такое, да будет он проклят днем, проклят ночью. Проклят, когда ложится спать, и когда встает. Торжественно. Но желание уйти от Бога было сильное. В общем-то, после этого прогресс, так сказать, материстичного мышления стал очень активным. Стала развиваться вот эта вот, в общем-то, грязная речь. Грязная речь. Речь, не соответствующая истине. Речь, не соответствующая правде. Были введены вот эти термины, о которых я тоже рассказывал. То есть, практически достоверно, весьма вероятно, вероятно, вот такие вот, в общем-то, фразы. Даже устоялась внутренняя договоренность. Ученые также, это, так сказать, выяснили между собой, что должны быть эти фразы, фразы, которые указывают на, в общем-то, степень ошибочности. Поэтому, практически достоверно говорили, что когда один-два процента всего не хватает до истинности, что вроде бы, ну вот, все, вроде бы, правильно, но чего-то чуть-чуть не хватает. Говорили практически достоверно. Этот термин был введен, в общем-то, в научный язык. До сих пор пользуются. Или мы говорили, это тоже весьма вероятно, да, это было договоренно, что это если процентов 10 отклонений есть. При 10% отклонения нужно было применять термин весьма вероятно. А вероятно, это если до половины ошибочно. Если половина ошибочно, то это вероятно. 50% ошибки. Вероятно. Поэтому речь стала далека от истины. Отошла очень далеко от истины. Такая вот некультурная речь, а значит, надменная речь, когда скрывается неизнание. То есть, что такое надменная речь? Что такое глупая речь? Когда скрывается непонимание. Когда человек стесняется сказать, что он не знает. ему нужно как-то это по-другому выразить. Это весьма вероятно. Нужно просто сказать не знаю. Понятия не имею. И люди так удивляются. Люди настолько привыкли. А мне пишут письмо, пишут, вот скажите, пожалуйста, что в этом случае делать? Я им отвечаю, не знаю. А мне отвечают, ну как это вы не знаете? Ну хоть что-нибудь напишите. Я опять пишу, я не знаю. Ну, узнайте. Я говорю, я не хочу это знать. Вам надо, вы узнаете. И человек так возмущен. Как это попало, он так отвечает, не знаю, знать не хочу. Не знаю, знать не хочу. Мне есть что знать. Сами где-нибудь пойдите, узнаете. Я тут при чем? У меня своих направлений много, на которые я должен знать, я еще все не знаю. То есть, у человека такая концепция, что ему хоть что-то должны рассказать, объяснить, хоть как-то сказать. Хоть что-то. И у нас эта тенденция есть. Если нас спрашивают, мы хоть что-то пытаемся сказать. Ну, я точно не знаю, но, наверное, вот так, наверное, как-то по-другому. Реверанса выписываем. Это вот такие отзвуки грязной речи. Грязная речь, не чистая речь. Человек не хочет брать на себя ответственность за уровень своего познания, за то, что он говорит, за эту речь. Такая, в общем-то, надменная речь в ведах сравнивается с пылью, с грязью. С пылью, с грязью, иногда с экспериментами сравнивается. Мир наполнен пылью, мы говорили. Даже пространство между звездами наполнено пылью, но не пустое. Пыль, темная материя, пылью наполнена. Куда бы мы ни поехали, везде одно и то же. Грязь и пыль. Но человек не хочет принять ответственность за эту грязь. Не хочет принять ответственность. Все нормально, все нормально, все хорошо. Все хорошо. И культура сама по себе, исходящая из духовного мира, которая проявляется здесь, в каком-то частном варианте, это, в общем-то, то, что должно защищать нас от глупости. Все должно нас защищать от глупости. Я рассказывал, может быть, даже вот эти, о путешествиях, которые возникли всего лишь в начале 19 века, это, в общем-то, был метод борьбы с пьянством. Старый, проверенный метод борьбы с пьянством. То есть, были выделены специальные поезда для непьющих людей, для непьющих и непурящих. Или вагоны также были выделены. И люди вместе путешествовали. Те, кто не пили, те, кто не курили, они вместе путешествовали. Но в одном вагоне или в одном поезде были специальные, вот такие, в общем-то. Это так называлось, что-то туристические поездки по тем временам. То есть, можно было накупить билеты в непьющий, непурящий поезд. Путешествовать. В общем-то, так началась такая некоторая эра туризма в 19 веке. Томас Кук компания в общем-то, она называется «Начала развивать». Это какая-то культура. Культура должна защищать. Культура должна защищать от глупостей, ограничивать как-то человека от глупостей, которые могут привести к тяжелым последствиям, к пожизненным последствиям. В основном, мы знаем, это проблема во взаимоотношениях. Самые большие глупости во взаимоотношениях совершаются. Почему? Потому что боль в взаимоотношении не сразу видна. Если мы об стену головой ступнемся, боль сразу понятна. О, что-то я. Или за чайник, за горячий спать. О, что-то понятно. То есть глупость в материальном плане сразу понятна. Когда мы с неодушевленным объектом взаимодействуем, в принципе, боль сразу чувствуется. Но с одушевленным иногда не сразу. Человек может промолчать, затаить. Это может отложиться, как обида. И они наиболее трудны в исправлении. Поэтому Богом дана вот эта культура взаимоотношений. Она очень строгая, многогранная. В общем-то, это качество Бога защищать. Это одна из основных энергий Бога. Бог защитник. Поэтому любые отношения, в принципе, это защитнические отношения. Это защита. Семья – это защита. В чем принцип семьи? Защищать друг друга. Это то, где защищают друг друга. А семья, где защищают друг друга, становится божественной семьей, в принципе. В ней появляется этот элемент божественного. Защищают друг друга. То есть, в каких бы отношениях, в принципе, не проявлялась защита, эти отношения становятся возвышены. Это способствует возвышению. Это приносит очищение. Защита приносит очищение. Как только мы что-то защищаем, это начинает нас возвышать. Потому что это божественная энергия. Божественная энергия. Очень тонкая энергия. И, соответственно, противоположность божественной защиты – это зависть. Зависть, животное зависть. Помните, мы говорили, да, то есть муравьи друг у друга крылья отгрызают, чтобы не летали, завидуют. Из защитников мы превращаемся в нападающих, в агрессоров, в хищников. Трансформируемся. Так в сердце борются два живых существа. Защитник-агрессор. Защитник-агрессор. Позащищал немножко, понападал немножко. Позащищал немножко, понападал немножко. Человек защищает кого-то, чтобы лично на него нападать. Человек защищает кого-то, чтобы лично на него нападать. А муж защищает свою жену, чтобы лично на нее дома орать. Другим не разрешает, чтобы самому лично орать. Мой объект. Буду лично орать. И отношения ухудшаются в несколько этапов. Давайте их вспомним. Они связаны с тем, как разваливаются любые взаимоотношения, как ухудшаются взаимоотношения с Богом, как происходит в принципе деградация из духовного мира. Тот же самый принцип. Мы думаем о объекте любви. Мы думаем. Это естественно. Когда есть объект любви, мы думаем о нем. Поэтому мы думали о Боге. Мы любили Бога. И процесс ухудшения, процесс разрыва, процесс отдаления начался с того, что мы решили подумать о себе самому. Я решил подумать о себе самому. Как это так? Надо же и о себе подумать. И мы слышали эту фразу, нам говорят. О себе же надо тоже подумать. О себе подумай. О себе. До этого нам даже такая идея в голову не приходила. В общем-то, духовное мировосприятие это когда все мысли поглощены объектом любви. Материальное мировосприятие, когда я начинаю думать о себе. О себе тоже надо подумать. Что это о нем? Кто это? Что такое? О себе надо тоже. И вот процесс деградации это то, насколько я думаю о себе. Если я о Боге думаю 1%, а о себе 99%, процент моей деградации 99% заставляет. Если я о Боге думаю 50%, то о себе 50%. Процент деградации 50%. Вот можно посчитать, например, если мы возьмем среднестатистические 24 часа, сколько минут в день я думаю о Боге. Сколько это? 1%, 2%, 3%. Даже во время чтения мантры, там 16 кругов, сколько я думаю о Боге в действительности. О чем я вообще думаю? Поймайте себя на мысли, с секундомером походите и подосекайте, сколько я в реальности думаю о Боге. Ну дай Бог, если вот полчаса наберется, это будет уже победа. Меньше? Больше? Меньше? Ну у кого меньше, у кого больше. Ну час хорошо. Час это 1,24. Сколько это процентов? 1,25. 5? 5%? Ну примерно. Ну это я думаю в лучшем случае. Это я думаю в лучшем случае. И тот Бог, о котором мы думаем, окажется вовсе не Бог, а то, что я себе представляю. А моя такая легкая галлюцинация. Как бы я хотел представлять себе Бога? Можно такой, знаете, конкурс устроить. Знаете, там дети рисуют Деда Мороза. Взрослые тоже рисуют Деда Мороза. То есть взрослый может тоже такого Бога себе нарисовать, что упаси Бога. Если вы поспрашиваете, рассказать всех, походите, кто как себе Бога представляет, можно так иногда и удивиться. А то описание может и не соответствовать немножечко. Ну сам принцип. То есть я начал думать о себе. Я начал думать о себе, у меня появилась эта концепция. И чем больше я думаю о себе, тем больше мне появляется ненависть и Бог. Потому что вот эта двойственность, то есть я думал о Боге, все было хорошо. Как только я начал думать о себе и о Боге, появилась двойственность. Вот это называется материя. Материя двойственности. Я начал думать о себе и о Боге. А тут уже что появляется? Когда любовь была одна и стопроцентная, двойственности не было и ненависти тоже не было. Потому что не было двойственности. Как только я начал думать о себе, все, нужно делить на любовь и ненависть. Тоже двоечность появилась. Ну, соответственно, сколько я думаю, пускай, о себе, ровно настолько я начинаю ненавидеть Бога по текундке. Потому что Он мешает мне думать о себе. Он мешает. И так мы докатились до материализма, до ненависти Бога. Поэтому фактически думать о себе – это ненавидеть Бога. Фактически ненавидеть Бога. Человек начинает думать, что он независим. И ему в принципе никто не нужен Это следующий этап деградации И он в общем-то Знаете, как в переходном возрасте У ребенка проявляется этот этап Начинает требоваться Независимости от родителей Я сам все, я сам все, отстаньте от меня Так начинают думать Подчиненные, которые уже в чем-то Разобрались, как-то окрепли Стали на ноги, бедняки, которые Получили первые свои деньги Отстаньте от меня Все, я независим Я ухожу Знать ничего не хочу Хочу самостоятельность Так мы чувствуем Свою независимость И отношения с Богом И все становится хуже Я независим от Бога У него своя жизнь, у меня своя Я сам все себе устрою Пойду лопату и выкопаю, если надо Пойду и выкопаю Что там этот Багава Зачем нужны подушки, пишется Если есть руки Зачем нужно одеяло, если есть листь Зачем нужен дом, если есть дерево Под которым нужно спать Нет, все сейчас как надо сделаем Сейчас все сделаем как надо Как я хочу Я независим И так появляется одиночество На этом этапе уже начинает появляться Одиночество Человек пытается индивидуально практиковать Появляется, в общем-то, тенденция К индивидуальной духовной практике Человек думает Если мне не будет мешать Я буду лучше молиться Мантра будет лучше повторяться Книжка будет лучше читаться Если мне не будет мешать Но оставшись в одиночестве Независимость нападает на сознание человека Независимость нападает Человек просто деградируется больше и больше Деградация все больше и больше Все больше и больше отдаляется от Бога И наконец появляется мысль А что вообще? Почему они всем не мешают жить? Человек начинает очень агрессивно воспринимать окружающих Кто они все такие? Что они себе позволяют? Что они мне все указывают? Почему я всем должен? Человек начинает отказываться от своих долгов Почему я всем должен? Что такое? Какие долги? О чем они говорят? Я свободный человек Почему они мне сегодня чего-то требуют? Почему? Появляется такое, в общем-то Человек уже перестает Строить отношения на уровне долгов Он строит на уровне договора появляются, в общем-то, такие договорные отношения. Уже долга нет. Потому что долг – это дружба, долг – это любовь, долг – это верность, долг – это семья. А уже когда нет желания исполнять свой долг, необходим договор. Договор. Уже такие, в общем-то, нужен пакт появляется. Нужна какая-то бумажка, где четко прописаны права, нечетко прописаны обязанности, очень строго. Потому что уже нет желания следовать долгу. Все деградирует. Отношения полностью деградируют. Кто они все такие? Кто такой Бог? Человек начинает критиковать Бога. Кто он такой? Почему я Богу ж это должен? Почему это я ему ж это должен? Почему я должен делать какие-то пожертвования? Да уж бьет некий. Это он мне все должен. Это он мне все должен. Это он. Такое потребительское отношение появляется. У меня вот высшее образование. У Бога нет высшего образования. У меня есть компьютер. У Бога нет компьютера. Человек начинает критически относиться к Богу. Грубо его критикуют. Ему кажется, что Бог это обсталая личность. Что есть какая-то обсталость. У нас вон как все развито. электричество везде. Метро, компьютеры, машины. В духовном мире нет этого ничего. Как они живут? Без машин, без метро. В духовном мире нет метро. Как они живут? Бедненькие. Телевизора нет. Ему кажется, что духовный мир это такой отсталый район. Такой дед-то деградирует. Ему грустно. Грустно. Мы начинаем думать, что все лежит в наших плечах. От меня все зависит. Я все тащу. А все едут на моем горбу. Как они мне все надоели. Такой человек обычно все время говорит. Ну вот, мы не сели на шею. Так, а как от них от всех избавиться? Все делаю я один. А они все на хлебнике, спина грызи. И так далее. Нам просто мешают наслаждаться. Нам мешают радоваться. Появляется мировоззрение вот такое «Все, все мешают». Все на хлебнике. Все, все мешают. Все тупые. И обычно на этом этапе человека тянет что-то все. Все как-то по-своему сделать. Революцию совершить. Все поменять. Ему кажется, что только он все правильно видит. А что они ничего не видят. Только он видит все верно. Поэтому, если нам вдруг начинает казаться, что вокруг нас все неправильно, вокруг нас все не так и все неправильно, значит, мы уже настолько отдалились от абсолютной истины, мы уже настолько отдалились от Бога, что уже дальше некуда. Дальше просто некуда. Максимальное отдаление. И в конце концов человек доходит до концепции «Чем я хуже всех их?» Его зависть становится максимальной. «Чем я хуже тех, у кого больше, чем у меня?» Почему так? Надо отобрать у них у всех все и разделить между мной и мной. Я же и так могу все делать намного лучше. Я же могу намного лучше. Как это не могу? Человек когда видит, как кто-то что-то делает, ложное эго человека говорит, я могу лучше. Это называется ложное эго. Когда мы смотрим, как кто-то что-то делает, у меня появляется в голове мысль, «А я могу лучше, я бы лучше это сказал, я бы лучше это прибил, я бы лучше это покрасил, я бы лучше, я бы лучше, я бы не так это все сделал, я бы лучше». Это эго вылазит. Ла! Эго вылазит. А я бы лучше. Значит, последняя стадия уже. Уже последняя стадия. Уже дальше некуда. Я бы лучше. Поэтому во все времена появлялись какие-то демоны Которые пытались все сделать лучше, чем Кришни Все сделать лучше Имитировали его Пытались так же все сделать лучше А мы тоже сможем лучше Тоже Нужно быть крайне аккуратным Потому что если мы думаем, что у нас все получается лучше, чем у других Мы уже находимся в демоническом сознании Демоническое сознание Такое очень опасное состояние Кали-Чева называется Человек Кали Кали-Чева Сознание стало полностью негативным Так душа теряет свои вечные взаимоотношения с Богом И получает объект своего жделения Материальное тело Материальное тело Тело это и есть в общем-то вожделение Тело это в общем-то объект вожделения Оно создано из вожделения Создано из этой желания в общем-то жить отдельно Это дом для души Объект для души Поэтому и от вожделения так трудно избавиться Человек чувствует боль, невыносимые страдания Его мучает Собственное тело Собственное тело доставляет боль И человек как-то пытается избавиться от этой боли Но ничего не может придумать Самоубийство не помогает Не помогает Ничего лучше он придумать не может Тело Само тело его мучает Тело его мучает Мы говорили Тело не подходит для души Не та одежда Не тот размер Мы говорили Как обувь меньшего размера Жмет Так же и тело жмет Боль причиняет Очень больно Больно Мы пытаемся как-то эту боль уменьшить Человек как-то пытается там Алкоголь принимать Какие-то другие гадости Но боль не уходит На какую-то секунду отпускает Но потом привыкание возникает И боль перестает уходить Мы потратили столько сил Чтобы попасть в этот мир Чтобы утвердиться Чтобы почувствовать себя свободным Почувствовать себя самостоятельным Но вы знаете что Получили Получили просто боль Боль Что делать Бхагавадгита говорит Надо восстанавливать отношения Восстанавливать отношения с Богом Как это сделать быстро Эффективно Чтобы полностью Разобраться в философии Может не хватить и жизни А философский путь Очень долгий Можно очень долго Разбирать что-то Философия разбита Намного под категории Много концепций Достаточно трудно разобраться Полностью На один саскрит Можно потратить пол жизни Чтобы в нем разобраться Как быть И мы говорили об этом секрете Кришна сам дает нам В общем-то Концепцию Он дает нам рупу Рупа это форма Можно посмотреть на алтарь Это та концепция Освобождения Которая дается Из духовного мира Рупа Форма То есть Объясняется в ведах Так наш путь Это путь через красоту Бога Буквально через воспевание Красоты Бога Через воспевание Красоты Бога Наш метод Вспомнить о красоте Бога И рассказать другим Это наш философский аргумент Который Нечем переспорить Тот кто вспомнил О красоте Бога Это считается величайший философ Философия нужна только для того Чтобы вспомнить о красоте Бога Чтобы вспомнить о красоте Бога И все Этого достаточно Это философский аргумент У Господа очень интересная Концепция Господь Красивее Дожелачной Своей супруги Вишня Красивее Дожелачной Написывается В трактатах Богиня Просветания И рассказывал Да Об этом Что Богиня Просветания Теряет Женскую радость В присутствии своего мужа На вид Что он красивее Бог красивее Самый красивый Самый красивый И Наша проблема Почему мы не видим красоту Бога Это проблема На этих этапах Которые мы сейчас разбирали Она там спряталась Душа очарована красотой своего тела Своей собственной красотой А не красотой Бога Наш вектор нашего зрения На себя направлен Мы смотрим на самого себя Смотрим на самого себя Это называется иллюзия Иллюзия Старается поддержать Нашу любовь к самому себе Поэтому окружает нас Зеркалами Комплиментами Каждое утро Мы признаемся себе в любви Смотримся в зеркало Что с нами случилось Мы В общем-то Сосредоточены на любви К самому себе Самолюбование Вот наша концепция Вот наша философия сейчас Самолюбование Это и есть тот Порочный круг До тех пор Пока я любуюсь собой Для меня будет закрыта Красота Бога Я не смогу В общем-то Увидеть эту красоту Я не смогу ее понять Я не смогу почувствовать восхищение Я не смогу обрадоваться Этой красоте Почему я не могу обрадоваться Этой красоте Она может даже меня Обижать Как так Слишком красиво Слишком красиво Я становлюсь серым В присутствии красоты Бога Я становлюсь сереньким Неинтересным Наш собственный ум Ему не нравится Это ум серенький По своей природе Ум серенький Максимум На что хватает ума Это Так сказать Елочку Нарядить На Новый год Это максимум На что ума хватает На большее не хватает Так просто Красота Когда мы видим Сидим что красивое Ум Выходит из себя Он заставляет нас Возвращаться К своему себе Далеко не уходи Далеко не уходи Надо пойти Домой К себе К самому себе Не зачем в храме Долго находиться Даршан Человек приходит На Даршан Приходит Чтобы посмотреть на Бога Это в общем-то Цель Прихода в храм Мы приходим Чтобы увидеть трупу Посмотреть на Бога Но ум нам говорит Все хватит Пора домой Все посмотрел Достаточно Посмотрел Достаточно Надо идти думать О себе Надо идти думать О самом себе А поэтому Есть эти Методы Которые Дает Нам А сам Господь Он дает три метода Это Гьяна Йога Три методики Как Оторвать ум От самого себя Как Покорить ум Чтобы он перестал Заниматься Самолюбованием Гьяна Метод гьяна Йоги Это найти Аргументы Которые Разбивают Доводы Собственного ума Разбить Свой собственный ум Переспорить Свой собственный ум Переспорить Переспорить Люди Так нервничают Иногда Вы им даете Книгу А они приходят Говорят Почему тут так Написано Почему тут так Я с этим не согласен Это ум начинает волноваться Он чувствует Пошли аргументы Пошли аргументы Пошли Пошли И он начинает бояться Он боится читать книги Ум боится читать книги Почему он боится читать духовные книги Почему он боится читать Бхагавадгиту Потому что очень много аргументов Каждый стих аргумент И в комментарии еще 10 аргументов Столько аргументов Столько аргументов Аргументы 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 И ум начинает бояться Не давите на меня. Ум начинает бояться. Что вы на меня навалились? Что со своей боговодитой ко мне пристали? Не давите. Я свободный человек. Мне домой пора. Все, отстаньте от меня. Так иногда на лекции приходит человек новый, неподготовленный. Иногда вот его ум настолько нервничает, что он не может сидеть, убегает минут через 15. Не может, встает, убегает. Не может. Аж ломает его. А как же, а как же. Потом отвечу. А как же. Потом отвечу. А, не могу больше. Не могу. Установите это все. Пытка. Как на дыбе человека. Просто мы боговодитой читаем. Просто аргумент, 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 аргумент. А, не могу больше. Пустите меня домой. Хочу. К телевизору. Успокоительное. Человек, который принял красоту Бога, больше не может смотреть телевизор. Сейчас размытаем. Так можно понять, что я принял красоту Бога. Кто красивее, телевизор или Бог? Бог красивее. Если я увидел его красоту, телевизор больше не могу смотреть. Меня начинает раздражать этот фетиш. Это вот поддельная красота. Начинает на нас раздражать. Невозможно больше смотреть. Если невозможно. Поэтому человек его выключает, он и сверху накрывает тряпочкой. И сверху ставит что-нибудь вазу. И тряпочкой накрывается. Прощай. Ты мне верно служил. Верно мне показал все серии. Ну, погоди. Большое спасибо. Но что-то ты какой-то грустный. Что-то ты стал какой-то грустный. Человек уже... Его начинает тошнить. От ложной красоты. Он понимает, что красота материального мира – это красота проститутки. То есть ложная красота. Неинтересная красота. Неинтересная. Вот это гьяна. То есть это вот знание законов кармы дает нам возможность спорить с умом. Доказывать ему, что ты не прав. Ты не прав. Ты не прав. Доказать ему. Только хуже нам от этого будет. Только хуже. Йога. Сама по себе йога, в общем-то, это показать ему, в общем-то, то, что тело – это не наша природа. Тело – это не наша природа. С кем мы связались? Мы с телом связались. Оно неудобное. В нем ничего интересного нет. Оно грязное. Оно больное. Йога открывает нам горькую правду. Тело – это одна сплошная боль. Все больно. Чтобы не делал, все больно. Неудобно. Тело – неудобно. Не управляется, неприятное, стареет, непостоянное, приносит боль, приносит страдания. Все, что от него исходит, неприятно. Йога – все это показывается. Невозможно от такого объекта получить чего-то позитивного. Мы говорили, да, в этом секретная задача йоги – разлюбить свое тело. Йог должен разлюбить свое тело. Ничего в нем интересного нет. Так, как мы выясняли, йога проникает в современный мир и, в общем-то, разочаровывает человек в самом себе. Наконец, бхакти. Бхакти – это умение раскрыть эту красоту, красоту любви к Богу, которого мы сами, в общем-то, и оставили, от которого мы сами и отказались. Вернуться, восстановить отношения. Вернуться, восстановить. Веда говорит, что тот, кто возвращается в духовный мир, больше никогда оттуда не уходит. Восстанавливает свои отношения. Это глупость одноразовая. Одноразовая глупость. Невозможно даже два раза попасть в такую глупую ситуацию. Только в материальном мире можно несколько раз на одни и те же грабли наступать. Но эта глупость настолько велика, что после нее уже повторов не бывает. И таким образом мы можем избавиться от пут этих материальных гунн, от собственного ума, который захватил наш разум в плен. И они мешают нам проявлять нашу истинную природу. Они мешают нам увидеть красоту Бога. И мы вновь и вновь идем, спрашиваем у кого-то свою природу. У астролога, у психолога. У своей природы. Спрашиваем, спрашиваем. Спрашиваем, спрашиваем. Никому не верим. Спрашиваем, спрашиваем. Наконец, к годам, к 45 лет. Мы наконец понимаем свою природу. Поняли свою природу. А теперь что с этим делать-то? Все. И грустим всю вторую половину жизни. Что вот свою природу поняли, а воплощать ее уже поздно. Время-то уже прошло. Толку никакой нет. Никаких, так сказать, уже действий предпринять невозможно. Выходим из под влияния гунн постепенно. В гунне и благости человеку хочется поклоняться Богу, но не хочется делать активно. Делается медленно, спокойно, нерасторопно. На целый день у него уходит. Целый день у него уходит. Он сидит у себя дома и целый день поклоняется Божеством. Целый день. 24 часа. На работу некогда им сходить. Мусор некогда выкинуть. Он сидит, сидит, сидит. В гунне и стражке человек понимает, что поклоняться Богу надо, но времени нет. Надо, но времени нет. Так надо, конечно. Я понимаю, надо все здорово, но времени нет. И сил в принципе нет. А в гунне невежества человек просто, что сказать ему, он не видит причин, чтобы поклоняться Богу. А что он для меня такого сделает? Ему хорошо, и мне хорошо. Что я буду его своим невежеством отвлекать? А что я приду к храму? Ну и что он на меня посмотрит? Я такой грустный. У меня так все плохо. Что я вам буду себя показывать? Только настроение ему практически. Вот так проявляется вожделение в трех гунах и мешает нам увидеть. Абсолютно искренне. Наша задача, фактически, наша задача просто не сопротивляться процессу. Процесс прост. Процесс прост. Это мы говорили, воспевание славы, воспевание красоты. В общем-то повторение Хариквишна мантры это воспевание красоты и рук. Красоты и рук и Бога. Как он прекрасен. Как он прекрасен. И этот процесс прост, и ему просто не нужно сопротивляться. Мы сопротивляемся этому процессу. Мы думаем, он трудный, поэтому ничего не получится. Он сложный, я ничего не пойму. И ему просто не нужно сопротивляться, ему нужно открыться. Просто так. Просто так. Сказали вот так, все понятно. Нужно просто вот эту воспеть красоту Бога. Просто воспеть. Наша проблема в том, что этот ум, он заставляет нас сопротивляться. Он ищет какие-то сложности Он пытается понять какую-то подоплеку Какие-то философские на те оправдания Что не сейчас, не сегодня Прямо сегодня Берем четкие Берем мантру И воспеваем красоту Бога Не сопротивляясь этому Воспеваем красоту Бога И сердце открывается Процесс очищения происходит Кришна приходит Мы вспоминаем об этой красоте И эта красота начинает затмевать нашу красоту Если мы не сопротивляемся Эта красота победит и ум И разум, и эго Она заполнит наше сердце Она сама все победит Мы можем не победить свой ум Ум сильнее нас Это стихия Ум это стихия Возможно стихию победить Разум, эго, стихия Первые элементы Сильща Но если мы просто открываемся В красоте Кришне Эта красота сама побеждает Она просто побеждает А то, что красивее, туда мы и смотрим Это факт То, что красивее, туда мы и смотрим Поэтому это естественно Это победа То есть красота всегда побеждает Как говорят, красота спасет мир Только не говорят, кого красота Забыли слово Бог Забыли слово Бог Им персонально Но это действительно так Красота Бога спасет мир Поэтому мы должны Насытить свою жизнь Даршином Даршином То есть это вот Умение Увидеть форму Бога Рупу Бога Увидеть ее В общем-то Вспомнить о ней Поэтому В общем-то Трактат рекомендует Дома иметь Божество Алтарь С формой Бога С рупой И поклоняться И служить И освящать письмо Чтоб все время Перед глазами Была рупа Рупа Не алтарь с телевизора А рупа Алтарь с формой Бога И тогда она перевесит Она сама очистит Она сама пройдет Сама пройдет Как на телевидении В общем-то Оно убило Семейную жизнь Вместо общения Друг с другом Все общаются С телевизором То есть телевизор Напротив него Диван все довольны Но если в дом Приходит трупа Алтарь Бога То он убивает Телевизор Поступенно убивает Кто-то один Должен остаться Перехота Должна пересидеть Время уже Вопросы Пожалуйста По этой теме Вопросы 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 Я Вопросы Что Кто-то Кто-то Порядит В этой жизни Конечно Но как закон Вернуется В другой Вопросы А вот и вопрос Спасибо большое, еще какие-то вопросы? Спасибо большое. Спасибо. А культура духовного мира это открытость, там нет этого принципа, но покрытое чего-то, открытое. Любовь открыта. Культура материального мира это скрывать свою глупость. Поэтому мы иногда просто путаем, что скрывать, что показывать. Поэтому зачастую вот эта путаница и возникает, что свою глупость мы выставляем на показ, а действительно глубокие духовные вещи мы прячем, пускай, от всех и от самого себя. Стесняемся поделиться этим, стесняемся этой красотой поделиться. Хотя в действительности все наоборот должно быть. Свою материальную глупость нужно скрыть и никому не показывать, а поделиться от духовной мудрости. Но пока вот в принципе мы смотрим реальный мир, но в том заключается, что то, что вы можете открыть, оно очень смущается, а то, что вы можете открыть, оно скрывается. То есть все наоборот. Да, мир перевернут. Поэтому и начиная действовать, мы иногда вот не можем понять, как теперь действовать, что скрывать, о чем говорить. То есть такая путаница. Человек стесняется. Человек стесняется Бхагавадгиты, человек стесняется Кришне. Человек стесняется своей любви. Человек стесняется красоты. То есть он не может понять, как себя вести. И вот это стеснение, оно передается. Человек передает свое стеснение. Но если даже нет стеснений, можно говорить только о том, что человек способен это воспринимать. Если не скажешь Кришну, он не знает, что он смотрит, потому что он счет всего доброго. То есть можно даже говорить, что люди готовы, как-то готовы к слушать. Правильно? Нет. Речь идет только о нашей готовности об этом говорить. Да. Конечно. Просто мы не вкладываем в слово Кришна всю красоту Кришны. Мы вкладываем в слово Кришна свой страх. Мы вкладываем в слово Кришна свой ум. И люди начинают бояться, когда мы говорим Кришну. Потому что мы сами боимся. Если есть красота, то люди начинают чувствовать красоту. Поэтому, как я говорил, не важно, что говорится. Не важно, как говорится. Поэтому мы можем, да, то есть внешний мир нам показывает, мир нам показывает, насколько мы увидели уже эту красоту. И, конечно, мы должны действовать разумно. Если мы еще, так сказать, красоты видим мало, то нужно общаться с теми, кто, в общем-то, ее способен, так сказать, как-то воспринять. Мы еще на ее действительности видим красоты много. Мы можем на весь мир вещать, никакой проблем нет. Поэтому вопрос пока в собственном состоянии. Поэтому, и в этом и идет речь в Бхагавадгита. То есть, страх Арджуны. Страх Арджуны, он боится посмотреть правду в глаза. И поэтому слабость, к нему пришла слабость. Он не может действовать. Так же и мы, слабый. Мы еще боимся, у нас нет твердости. Это называется нишка. Нет твердости. Мы еще, любовь, красота Кришны не победила наш ум. Мы еще не разрешили красоте Кришны победить наш ум. А, соответственно, еще идет борьба. Еще есть сомнения. Еще есть, так сказать, стадия канишка. Канишка это стадия борьбы. То есть, стадия сомнений. Соответственно, другой человек, он также это чувствует сомнением. И, в общем-то, получает эту эмоцию. Получает эту эмоцию. Поэтому, постепенно мы будем видеть, как меняется уровень передачи того, что мы пытаемся донести. То есть, у нас еще, знаете, акцент. Как будто мы язык учим, там, какой-нибудь английский, знаете. Но акцент остается. То есть, мы сохраняем себе акцент. Там, человек, русский акцент. Этот акцент, он нас выдает. И также, когда мы говорим о Кришне, еще акцент у нас материалистичный. То есть, он выдает наше материалистичное состояние. Если человек может читать богатство, Бхагавадгиту, значит, он хочет слушать правду о себе. Потому что, Бхагавадгита, это правда о нас. Поэтому, если человек читает Бхагавадгиту, в принципе, он открыт для правды о себе. Если он не может читать Бхагавадгиту, она его ломает. Знаете, вот иногда ломает Бхагавадгиту. То есть, полстранички прочитал, и все, невозможно. Значит, человек не хочет слушать правду о себе. Потому что Арджуна играет эту игру. Он говорит Кришне, расскажи мне все о подноготной современного человека. О всех его мыслях, о всех его тенденциях, о всех его слабостях. И Кришна постепенно все это раскрывает. Такая трепанация, полное вскрытие происходит. Все по полочкам. Поэтому, в общем-то, любовь к Кришне выражается в любви к Бхагавадгите. Потому что Бхагавадгита, это слова Кришны. Если мы любим Кришну, нам нравится слушать его слова. Также, если мы кого-то любим, нам нравится его слушать. Поэтому, если уже, если это желание открыться Кришне, то нам нравится Бхагавадгита. Бхагавадгита, это такой тест на готовность. Тест на готовность. На простоту, на открытость. Поэтому это трактат, который, в общем-то, дан как садана, как ежедневное действие. Что хочешь, не хочешь, а надо послушать. Хотя бы немножко помогает. Потому что человек, встав на путь преданного служения, он попадается под влияние ума. Как действует ум, ум говорит. Багавадгита, она о нас рассказывает все это, неинтересно, некрасиво и больно. Поэтому давай послушаем что-нибудь великое. Найдем что-нибудь великое, какой-то великий трактат, и будем его читать. А там рассказывается для тех, кто уже может слушать о себе давно. Поэтому такой человек, он перестает читать Багавадгит, и начинает умничать. Он ходит с очень умной книжкой на английском языке, и читает ее. Ничего не понимаем. Нет, Багавадгита. Сначала нужно съесть Багавадгиту. Ее нужно съесть. С первого листочка до последнего. Почувствовать вкус Багавадгита. Потому что это вот обо мне. Вот оно, правда. Вторая глава и так далее пошла. Все как на ладони. Еще опыта. Спасибо. 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 В материальном мире это называется Янтра Пудуша. То есть буквально машина. Машина, в которую помещается Душа Водитель. Душа Водитель. А в духовном мире это называется Сварупа. Ситха Сварупа. Это изначальная форма души. То есть непокрытая вот эта Янтра Пудуша. Но есть, есть некоторая схожесть. Схожесть есть. По образу и подобию. По образу и подобию. Но, так сказать, то, что получилось, очень грустно выглядит. Это называется кривое отражение. Материальный мир это кривое отражение. Поэтому, в общем-то, это красота духовного мира. Это то, к чему мы и стремимся. Красота. Поэтому человек должен увидеть две вещи. Он должен увидеть красоту духовного мира. И, в общем-то, уродство материального. Материализм это, в общем-то, некоторое отклонение. Психическое отклонение. Когда человек любуется сам собой 24 часа в сутки. Делает все, чтобы любоваться самим собой. От этого нужно избавиться. Разобрались. Разобрались. любви, вообще чего-то хорошего, там всего, но, например, наша золотея, да, это же золотость, вообще это хорошее, то есть все золотея, то есть все ужасно. И тут как, знаете, этот баланс между тем, что это все-таки творение, то есть все, как Богом дано, да, и просто это нужно, чтобы сказать, что не прекрасно. Ну, первое слово. Я понимаю. Я не говорю, что это Богом дано. Я говорю, что это мы себе выпросили. Бог не творил этот мир, это мы его сотворили. Богу это не нужно ничего. Это наш ужас. Это наш кошмарный фон. Это не Он создал все это, чтобы мы тут жили счастливо. Это мы создали себе весь этот кошмар. Рождение, смерть, старость и болезнь. Мы его себе создали. Это ужас. Рождение, смерть, старость и болезнь – это ужас. Мы это себе создали и пытаемся на себя оправдать, говоря, что Бог дал вот эту жизнь. Здесь жизни нет. Здесь никто не живет. Жизнь это любовь к Богу, здесь ее нет. Здесь любовь к самому себе. Поэтому вот этот кошмарный сон, из него нужно просто проснуться. Из него нужно просто проснуться, а когда человек просыпается, он должен отдать долги этому миру. Просто отдать долги. Потому что если человек не отдает долгов, то этот мир его опять в себе засасывает. Нужно отдать долги. То есть, скажем так, поступить с ним аккуратно, потому что тут ничего нашего нет. Так все это мне было, так сказать, дано, потому что я это себе выбросил, настоял. Теперь я должен рассчитаться и уйти отсюда чистым. С, так сказать, созданной налоговой декларацией. Должен рассчитаться по счетам и уйти спокойно. Рассчитаться и уйти. Поэтому, говорится, даже если человек будет привязан к красоте восхода, он не сможет уйти из этого мира. Поэтому, духовный радостный человек, он видит, что все это отблеск красоты Бога. Так и говорится в Бхагавадгиде. Все, что ты видишь, это просто отблеск моей красоты. И поэтому он очень тянется увидеть настоящую красоту. Он понимает, что да, это тоже энергия Бога, но это отблеск его духовного мира. Отблеск. Это вот самооправдание. Самооправдание, нет. Да, это оправдание. Нужно любоваться формой Бога. Формой Бога. Поэтому человек, который налюбуется красотой природы, идет в мир природы жить. Рождается прекрасным цветочком. Тоже нормально, красиво. То есть, на что мы медитируем, тем мы и рождаемся. Медитируем на цветочек, родимся цветочком. Медитируем на восход, родимся какой-нибудь птичкой, которая будет рано утром радостно летать и смотреть на восход. Вот видели, как птички утром радостно летают. Здорово, восход. Поэтому, видя, что это природа Бога, да, мы понимаем, что это отблеск его красоты. Но мы пытаемся найти красоту в форме Бога. Потому что можно попасть в эту, в общем-то, ловушку ума. Он будет все сваливаться на то, что это связано с Богом, это связано с Богом, это связано с Богом, это связано с Богом. Оно-то все связано, но мы тут при чем? Наша задача вернуться к Богу. Если мы будем здесь бросать корни, мы никогда не вернемся. То есть, нам нравится наш кошмар. Он нам нравится. Он нас устраивает. То есть, вроде кошмар, но человек просыпаться не хочет. Поэтому человек должен отдавать свой долг, но он должен идти за красотой Бога. А не за красотой этого мира. Да, вот эта вот красота, которая здесь проявлена, это отблеск красоты духовного мира. Отблеск. Чтобы хоть как-то можно было жить. Конечно, если бы его не было, это вообще был бы ад. Но ад тоже есть. И там нет этой красоты. Чем отличается ад как раз от средних планет тем, что в аду нет отблеска красоты Бога. Его просто нет. А здесь есть еще. Есть места, где нет. Если мы думаем, что здесь есть, но все нормально, то можно и впасть в места, где нет. В подвал еще спуститься, там уже нет этого отбыска. Уже восхода не видно. Да. 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 Вовсе было не так. Это где вот так вот прочитали. Были все. Не так. Просто говорится, что в разную югу разный процент оживающих очищаться. Но это не в этом, что они были преданными Богу. Просто был больше процент жвачек очищаться от уфи. И все были все равно в любом случае. Были демоны, были негодяи, были убийцы, проститутки, негодяи, наркоманы. Все были. Полный набор. Просто процентное соотношение другое. Сейчас меньше таких людей. Сейчас меньше. Тогда было больше. Но в разное время и должны рождаться. Разные личности. В разных странах тоже можно посмотреть. То есть это в общем-то такие временные характеристики. Но это не так, что там рождались какие-то идеальные прямо личности. Нет. Рождались те, кто просто в общем-то имеют больше тенденции к духовному развитию. Но могли не развиваться, как личное дело. Могли развиваться. То есть никто никого не заставлял. Никто никого не заставляет. То есть, а в любую эпоху духовное развитие живое существо может прекрасно развиваться. Поэтому на Сатя-Юга это в общем-то не так, что прямо идеально. Нет, просто хорошие условия. Хорошие условия. Как вот здесь, например. Ну хорошие условия, а на улицу выйдем уже плохие условия. Ну и как угодно, то есть, в общем-то, от ситуации зависит. И в Сатю-Югу можно было найти плохое место и все испортить. А сейчас можно найти хорошее место и жить прекрасно. Вот в храме, например, видите, как здорово. Поэтому все-таки это вопрос выбора. Вопрос выбора в любом случае. Просто по заслугам человека ему дается рождение в какое-то время. В какое-то время, которое ему больше подходит по менталитету. По менталитету. Ну, всего было всегда. Набор, так сказать, веселый. Кто только не жил. Но все прогрессируют в любом случае. Это место для прогресса. Это место, так сказать, идеальные личности приходят только для того, чтобы помогать тем, кто здесь находится. А не так, что есть время, когда тут все одни идеальные личности собрались. Нет. Идеальные личности приходят, чтобы помочь тем, кто здесь находится. Вот и все. А остальные стремятся к идеалам. Стремятся к идеалам. Просто вот кучность от стремящихся, она разная. В разных местах, в разное время, в разной ситуации. Но кучность меняется. Кучность меняется. Говорится, в общем-то, что Кали-Юга, она еще, так сказать, и выигрывает перед Цветлой Юрией. Потому что есть вот эта, в общем-то, возможность развития через Господочитание, которое дает эту милость Святого Имени. Поэтому, в общем-то, в каждой Юге есть свои плюсы, есть свои минусы. Всего много. Весь вопрос выбрать. В любое время можно, в общем-то, найти плюсы, минусы. А, в общем-то, вот эта концепция, вот это вот, в общем-то, и есть соединение в уме вот этого одновременного единства и отличия. То есть, с одной стороны, как я говорил, вот эта вот энергия Бога, и к ней нужно относиться, как, ну, к энергии Бога и отдавать ее обратно. Но, с другой стороны, это Майя, она отличная от Духа. И ее нужно остерегаться и жутко бояться. Если нет боязни материи, человек не уйдет из материального мира. Он будет ей наслаждаться, он не будет ее бояться. Материю нужно бояться. А, иначе, человек будет расслаблен. Ему тут будет нравиться. Тот, кому здесь нравится, никогда отсюда не уйдет. А зачем? Не уйдет. Этому иллюзию нужно бояться. Шива Пракхупада часто говорил об этом, когда предный расслаблялся. Он ему говорил, твоя основная проблема, а ты перестал бояться иллюзии. Ты перестал бояться иллюзии. Ты слишком, так сказать, одухотворился. Слишком одухотворился. Ты слишком везде видишь Бога. Слишком везде. Иллюзии нужно бояться. Поэтому вот это вот сочетание пряника и кнута дает возможность двигаться вперед. Такая вот должна быть балансировочка. Поэтому да, большое спасибо. Все красиво, цветочки красивые, восходы красивые. Все это здорово из духовного мира отражается. Я отсюда пошел. Уходим, до свидания. Там в миллиард раз все это красивее. Говорится, вся красота этого мира сравнивается с водой, копытцем, коровой. По сравнению с океаном. Представьте. То есть, если сравнить то количество воды, которое в следе от копытца коровы с океаном, вот такое будет сравнение красоты материального мира с красотой духовного мира. Поэтому да. Но отблеск. Как еще сравнивается с отблеском луны в этом копыте. То есть, мы это видим, этот отблеск, но это не луна. Луна там. Мы видим отблески. Поэтому туда смотрим его. Поэтому солнце, это просто, в общем-то, так, если грубо сказать, это, в общем-то, так, дырочка из духовного мира просвечивается. Знаете, как в шторах дырочка просверлить, и будет лучик оттуда идти. Вот так солнце. То есть, солнце передает, в общем-то, брахмаджиоте, это сияние духовного мира. Видите, как сияет? Как сияет. Сегодня я аж специально пораньше встал, чтобы посмотреть на солнце. Очень приятно, да. То есть, восход, да. Но это сияет оттуда. Это лучик оттуда из духовного мира. Это лучик оттуда из духовного мира. А наше солнце, оно рак кожи дает. Если слишком позагорает, и рак кожи будет. Лучше не загорать. Чувствуете разницу? Забрались? То есть, тут нет или одного пессимизма, или одного оптимизма. Чем интереснее духовная жизнь, тем, что она вот, а синтепседа-апседа, она включает вот эти противоположности. Абсолют должен включать в себя противоположность. Поэтому духовный путь, он в себя включает и боязнь иллюзии, и счастье, и любовь, понимание красоты Бога. Поэтому, но сначала, так как, в общем-то, двойственность нас учит или то, или то, нас немножко кидается куда-сюда. Не можем равновесие удержать. Вот у нас все вместе. Все вместе. Угу. Угу. Там другая иллюзия. Нет, тут там совсем другая. Не та иллюзия, не в нашем понимании. Это не иллюзия, это специальная энергия, которая позволяет в отношениях следовать своему менталитету. То есть, например, мать Бога, душа, которая играет роль матери, ну, в духовном мире, она не сможет играть роль матери, если будет помнить, что это Бог перед ней. Поэтому Бог сам забирает у нее вот эту айшварю, то есть поклонение, чтобы она могла испытывать материнские эмоции. Это особо, ну, ну, это не в нашем понимании иллюзия, это милость Господа. Совсем другое. Совсем другое. Ну, до нее мы дорастем, там будет нормально. До этой иллюзии надо дорасти. Дай-то Бог в нее попасть. А забрали? Гран-тарат, шаман-бхагаватан, ки-джай, ше-брахапада, ки-джай. Не та и гору приманантам, хри-бал. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.